здравствуйте это передача для родителей учимся растить любовью и я марина ланская сегодня у нас в гостях клинический психолог мария василенко здравствуйте мария здравствуйте марина здравствуйте уважаемые телезрители мария сегодня мы будем говорить на тему растим оптимиста действительно мне кажется многие родители хотят чтобы их ребенок в будущем вырос во взрослого который наслаждается жизнью умеет радоваться умеет смотреть на все с положительной точки зрения но здесь стоятся наверное какие-нибудь подводные камни сегодня мы будем искать и пытаться обходить или или выкапывать и удалять в общем и так оптимизм норма ли это вообще для психологии или все-таки нормой признается реалистический взгляд на мир оптимизм это вредно вот хочется с этого начать ну давайте начнем с определения оптимизм это способность человека ну это такое классическое определение способность человека видеть выходы положительную какую-то возможность в сложной ситуации и в то же время адекватно тестировать реальность адекватно то есть видеть что за всем этим могут быть какие-то сложности ошибки ситуация может повернуться разным боком да то есть вот это вот такое вот с одной стороны относиться к сложной ситуации с верой в то что я в это справлюсь и у меня есть много выходов с другой стороны понимать что мои силы ограничены то есть оптимизм это не равно я супермен и как бы все мне по плечу здесь конечно можно уйти в какие-то фантазии да кто-то скажет что это близко к реализму реалист наверное он видит и то и другое но оптимизма немножко чуть-чуть немножко больше все-таки есть запасных вариантов и надежда на то что все разрешится в лучшую сторону то есть правильно я понимаю что оптимист это все-таки не тот кто надеется что все как-то самим на самим само собой разрешится и самым благоприятным образом служится без его участия все-таки можно воспитывать оптимиста но при этом деятельного конечно и оптимист это прежде всего человек который ответственный да и осознанно относится к тому что он делает как он выстраивает свою реальность и здесь конечно самое главное я уже эту фразу упомянула до сказала что мы растим оптимиста когда мы даем ребенку почувствовать что он может справиться с той ситуации которая ну соответствует его возрасту да и вот так постепенно отдавая ответственность мы уже эту формулу с вами вы уже знаете ее а я еще раз ее скажу данные три кита три составляющих это свобода границы и любовь то есть правил должно быть меньше чем свободу ребенка конечно в соответствии с возрастом но все-таки и все что мы делаем по отношению к ребенку делается по любви и отдавая постепенно ответственность ребенку от там от первых шагов когда он может пройти там до тубареточки там куда-то да и мама не хватает его и не готовая его сейчас я тебя там донесу до до того когда ребенок уже покидает родной дом уезжает куда-то учиться или уже заканчу заканчивает учебное заведение и говорит все родители я съезжаю у меня теперь новая счастливая жизнь да я хочу попробовать пожить один прежде чем у меня будет пара так вот вот это на всем этом пути родители постепенно формируют если мы говорим растить оптимиста да что это такое это давать ребенку веру в его силы веру в его возможности да но не слепую как вы только что сказали о которой подкрепляется его собственным опытом а значит он многое должен попробовать и это одно из главных правил до кого когда мы говорим что нам мы хотим вырастить оптимиста попробовать это значит и ошибиться значит мы должны своего ребенка учить и этому ошибаться конечно мы учим ребенка ошибаться при этом если он ошибся поддержим его сравнивая только с его удачным вариантом да когда он сделал что-то хорошо у него что-то хорошо получилось а не так что посмотри как вася написала как ты написал да какой рисунок у маши какой рисунок у тебя вот да сейчас не лучшим образом там дело обстоит ты я вижу и опять же проговариваем чувства мы не забываем о том что эмоциональная составляющая до воспитания когда мы говорим эмоциональный интеллект воспитываем в ребенке вот мы говорим что ты сейчас чувствуешь когда ты видишь этот рисунок а помнишь как ты вот на той неделе классная у тебя была птица и даже тебя там учитель похвалил и ребята так подходили смотрели те было приятно а что ты сегодня сделал по-другому а что ты в тот раз сделал по-другому и что можно сделать еще да то есть не сравнивать ни в коем случае вот а только если хотите сравнить только с предыдущим опытом самого ребенка и ошибки да на ошибках без ошибок младенец не научится ходить да если он не будет падать это да тогда давайте поэтапно подумаем а что же должны делать родители для того чтобы действительно их ребенок вырос оптимистом уже я поняла что сравнивать с сыном подруги как мы все любим никак нельзя это точно не на руку в данной теме а что а что же на руку что действительно может помочь сработать вот кроме передачи той самой ответственности или может быть давайте углубим эту тему и поговорим о том а как же передавать ребенка вот эту самую ответственность не бросать ему на произвол судьбы самого решать свои проблемы а научить его справляться со своей жизнью и при этом видеть действительно выходы конечно никто не призывает до ребенка оставить мы уже говорили о стилях воспитания да есть стиле воспитания 2 которые нам не на руку цитирую автора да это гиперопека когда мы все делаем за ребенка понятно что ребенок вырастет писем пассивным унылым недееспособным да и вот таким вот как воробушек которые завязали крылышки конечно какое что-то оптимизм если он всего боится он ничего не умеет у меня и взрослая женщина у которой ну там уже 40 плюс скажем так да я у нее трое детей она пришла и она говорит я пришла в консультацию потому что я хочу научить своих детей быть более жизнеспособными можно же сказать что она хочет из них сделать оптимистов до жизнеспособными потому что ягод совершенно я не умею ни на велосипеде не плавать я многого-многого-многого в жизни не умею я говорю сижу и как бы мама все время это я за тебя сделаю а это я как бы там не надрывайся а это тоже тебе не надо а туда пойдешь утонешь а там пойдешь полу свалишься с велосипеда поэтому гиперопека это не тот стиль который нам нужен для того чтобы ребенок научился что-то делать и мы ему передаем ответственность в соответствии с термами ну можно было у нас много час информации можно посмотреть что хотелось бы да не должен но в принципе к чему стремится к здоровой норме что должен уметь ребенок делать в разное время до периодизации там от нуля и там до 18 лет да многие очень удивятся потому что я сейчас встречаю очень много в практике род детей родителей детей у которые и в пять лет не еще не приучен например горшку они ходят в памперсах это ну совершенно вопиющая история когда ребенок не умеет пользоваться горшком в пять лет вот как эта ответственность до оптимизма он оптимист или нет то есть он пока еще как бы по моему нет ему трудно также не будет нам на руку и другой стиль воспитания когда и деспотичная требовательная очень жесткая воспитание очень много амбиций у родителей и они хотят чтобы ребенок имел много развивающих там кружков секции везде успевал был их от рады и награды и гордостью это прекрасно но не за счет здоровья ребенка потому что все это приводит мы уже об этом знаем к заболеваниям в том числе психическим расстройством депрессиям сложным там тревожным расстройством расстройством фобиям и так далее то есть я даже не буду все диагнозы перечислять это сложно для ребенка это истощает его нервную систему он будет не менделеевым да а будет просто пациентом неврологической клиники это очень печально поэтому давайте амбиции родителей свои умерим больше ну как бы подхода к ребенку со стороны бы ребенка да они с моей стороны чего я не добился и чего хочу сделать из ребенка поэтому передавать необходимо поэтапно разговаривать с ребенком о том что он может и что он не может все таки все дети развиваются по-разному и и если один стал на ножки всем месяцев другой может быть в 9 а кто-то и в год да это относительные нормы но все-таки если он на ножки встал способствует тому чтобы он шел а не хватать его быстро потому что там может быть он не справится и так далее если он ложку взял то не стараться его кормить а попытаться если ну проявить терпение он там конечно испачкается если ребеночек раз вы раскидал игрушки то не собирать их самой попытаться все-таки дать немножко времени и сказать возьми столько времени сколько нужно конечно это такой фантасмагоричный сейчас сценарий да но все-таки я всегда говорю своим клиентам сколько терпения проявляем их своим деткам когда они растут одевают две на две ноги одну колготину да или шнурует очень долго ботиночки или долго убирают свои игрушки или долго пишут какие-то буковки там вот сколько терпения к ним будем проявлять мы столько терпения мы получим от них скорее всего когда мы будем старенькие вы знаете мне очень нравится что мы вот эту вот тему оптимизма повернули в такое русло где мы учим ребенка быть как вы сами сказали жизнеспособным действительно получается что оптимизм это не просто вера в светлое будущее и разрешение всех проблем а это деятельное участие в собственной жизни и удовлетворение от того что у меня получается и вот мне кажется вот такой подход действительно очень правильный верный и в общем здорово что мы свернули на этот путь но хочется тогда и углубиться хочется понять а как же как же формируется все-таки еще и ощущение вот надежды на то что я справлюсь кроме того что родители делегируют ребенку его от ответственности он справляется со своим делом получает удовлетворение тем не менее все мы знаем таких деточек которые которые почему-то всегда всем недовольны вот тут вот хочется понять это натура такая или это все-таки родительская ошибка и можно ли это как-то компенсировать каким-то образом исправить в детстве для того чтобы помочь просто ребенку стать счастливее хороший вопрос вечно недовольных детей конечно мы уже изначально как только ребенок рождается да он попадает в среду попадает в систему он попадает в семью это первое общество которое он понимает как там взаимодействовать и я бы здесь акцент поставила у нас очень маленькая передача можно было бы развернуть во все стороны красиво но я бы хотела обратить внимание на то в какой среде воспитывается ребенок и какие установки имеют место в этой самой семье по каким правилам живут сами родители бабушки дедушки ближайшие родственники в которой которыми общается ребенок то есть ли если то есть если ребенок слышит каждый день да ты туда не ходи ну кто-то из родственников друг другу говорит да вот мне предлагают новую работу ты не ходи да у нас инициатива наказуемо да вот там еще что-то там еще что-то и так далее все это трудно сидит тут все-таки постоянно там стабильное место там и так далее так далее не получится не справишься и вот эти вот казалось бы ничего особенного просто какая какая-то речь идет и ребенок это слышит соответственно эти установки они не пройдут мимо ребенка мимо его понимания жизни и естественном больше или меньше но ребенок себе все-таки заберет свой рюкзачок и понесет это в свою большую жизнь и сталкиваясь каким-то новым для себя опытом конечно он оттуда достанет пару других ваших фраз примерит потому что вы же самые близкие и замечательные люди для ребенка чьи же еще он на установке будет прям у него еще собственного опыта нет поэтому здесь нужно помнить родителям если они хотят воспитывать оптимистично направленного ребенка настроенного на жизнь деятельного строящего созидающего свою счастливую жизнь здесь конечно важно показать что я делаю как родитель для того чтобы справляться со своими трудностями и как я это преодолеваю и вот это вот такой способ следуй за мной смотри это работает я это делаю тебя тоже получится и есть практическое упражнение рассказать конечно я на тренинге для взрослых и для подростков по коммуникациям я предлагаю такое совсем простое упражнение когда ну например вы пошли с ребенком гулять и уже ну наверно с девяти с десяти лет уже можно в это упражнение играть в игру такую называется она оптимисты-пессимисты мы берем какую-то фразу и при один человек придумывает к этому оптимистичное какое-то обоснование а второй пессимистичный ну например мы идем гуляем и это хорошо потому что это хорошо потому что мы сейчас общаемся хорошая погода и так далее но очень к такому радужному прекрасному до высказыванию трудно найти негативный какой-то подтекст но вместе с тем играя в эту игру оно может быть очень смешное а может быть иногда очень трудно придумать мы таким образом формируем так называемую нейропластичность то есть пластичность нашего головного мозга и нашего мышления и в трудный момент когда действительно нам нужно будет из множестве вариантов или из нескольких совсем небольших вариантов что-то придумать наш мозг нам поможет поэтому играйте в пессимистов и оптимистов это несложно очень весело и очень помогает и очень поможет и самим родителям и наладит отношения между родителями детьми и родителям тоже эти хорошо быть оптимистичными верно вот и научиться кто-то сидит и сейчас у экрана телевизора ну вот как бы мне самому тут научиться быть оптимистом чтобы воспитывать вот вот пожалуйста играйте пессимистов и оптимистов ищите или в каком-то максимально там сложном опыте найти например что-то хорошее это тоже бывает очень сложно поэтому вам упражнения в помощь дорогие родители и уважаемые телезрители спасибо большое мария тем более что кажется вроде бы такое простое упражнение на самом деле мы его даже интуитивно иногда проигрываем мне кажется каждый человек но только в одном ключе мы часто пытаемся увидеть хорошее когда сталкиваемся с чем-то плохим но мы не тренируем вот этот навык побыть и пессимистом тогда когда мы не на самом деле находимся в сложной ситуации когда мы просто например вышли на прогулку а ведь это действительно очень полезно потому что в этот момент мы не переживаем стресса поэтому мы можем поиграть в пессимиста и научиться вот тому самому переключению с пессимиста на оптимиста и в общем мне кажется это действительно очень важное и нужное упражнение и именно хорошо бы им заниматься не тогда когда уже все плохо а мы в этом плохо выискиваем хорошее что тоже является наверное замечательным опытом, но другого плана. А вот ваше упражнение мне очень понравилось, я сегодня же попробую его осуществить со своими близкими. Ну и конечно, хотелось бы еще поговорить, вы уже затронули эту тему, как стать оптимистом нам, взрослым, потому что действительно, какой бы темы мы не коснулись, говоря о воспитании, начинать нужно с себя. Но человек взрослый, уже пережив много ударов, толчков судьбы, часто свой оптимизм, даже если он у него был природный, растрачивает в течение жизни. И возвращать его нужно. Тут, наверное, одним упражнением не обойтись, мы с него начнем, но о чем же продолжать? Как действительно научиться быть оптимистом для того, чтобы потом вести своих детей за собой? Хороший, замечательный, я бы сказала, вопрос, да? Ну, я так понимаю, что основная аудитория у нас люди верующие, да, и ну, здесь самое главное, что у нас христианство, это вообще религия оптимизма, если начать с этого, да? Мы веруем в спасение, мы веруем в милосердие Божие, мы веруем во все хорошее. То есть мы по природе свои все оптимисты, да? Если действительно это искренне происходит. Кроме этого, да, кроме, как я говорю, терапии молитвой и надежду на Божью милость, также, если есть такое понимание, да, такой опыт, что трудно самому как-то найти в себе опоры и слишком много сейчас стресса, тревог и каких-то сложных ситуаций, обращайтесь, пожалуйста, не пренебрегайте помощью специалистов. У нас много хороших, грамотных психологов, общей практики, клинических. Здесь подойдет арт-терапевты. Все это в помощь и взрослым, и детям, да. Пожалуйста, обращайтесь специалистам. Помощи много. Только хорошо, пожалуйста, выбирайте, да, надежных специалистов. Это первое. Второе. Конечно же, я еще дам одно практическое упражнение такое вот, да. Ведите дневник чувств. Записывайте, ставьте будильничек, пять напоминаний в день, ну, там, рандомно, да, как модно сейчас говорить. Какие-то там утром, днем несколько вечера, несколько там у вас будет будильников напоминаний. В это время, когда звонит будильник, распечатывайте из интернета список чувств, потому что так очень сложно, если человек никогда этим не занимался. Смотрите в список, что же я сейчас чувствую, записывайте. Дальше больше к тому, что вы записали, напишите, что этому предшествовало. Дальше еще прибавляйте, когда уже у вас получится это хорошо. Напишите, что чувствует тело. У меня, например, тоска, тревога, грусть какая-то. Я вспомнил какую-то ситуацию сейчас, этому предшествовало воспоминание, да, и при этом у меня заболела голова, или у меня там заныла подложечка, или там где-то там, да, в области диафрагмы заболела. Или наоборот, легкость, вдохновение, прекрасное настроение, я сейчас провожу время со своими близкими, там, чем-то занимаемся, и у меня легкость во всем теле, такая непринужденность, я бодр и расслаблен. Вот, пожалуйста, простое упражнение, но самонаблюдение, это уже информация о том, в каком настроении я чаще всего нахожусь. Когда мы узнаем о себе дальше, что касается когнитивной сферы, записывайте, пожалуйста, свои установки, я про них уже говорила, что проговариваете дома, вы сами не замечаете, что ребенок слышит, да, записывайте, что, вот, что-то произошло, что я про это подумал, я не справлюсь, мне дали задание подготовить какой-то проект, вы расстроены, вы сейчас записываете об этом в дневнике свои чувства и свои мысли запишите, я не справлюсь, я не умею говорить красиво, я не найду материал, это слишком сложно, и все, 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 что сейчас вы думаете по этому поводу, все установки, все фразы, все вот эти ваши шаблончики, вы пишите, а потом задайте себе вопрос, как часто вы вот этими фразами реагируете на то, что приносит вам жизнь? Пожалуйста, вот начинать нужно самонаблюдение, можно повести этот дневник неделю, другую, месяц, и с этим багажом, с этой ценностью настоящей, я всегда своим клиентам там говорю, с этой ценностью бесценной, приходите, пожалуйста, на консультацию к психологу, вы придете не просто так поговорить о природе, о погоде, вы говорите, посмотрите, говорят мои клиенты, Мария, вот в большее количество, я в ужасе, я большее количество времени нахожусь в тоске, печали, тревоге и страхах, у меня мысли такие-то, я боюсь жизни, я боюсь чего-то нового, я все свои сложные опыты прохожу путем избегания, я ухожу от каких-то ситуаций, людей и так далее, и тогда вопрос, может ли такой родитель передать оптимистичный взгляд на жизнь ребенку, и как бы мы ни бились головой об стенку, начинать нужно с себя, а когда мы видим, что у нас в нашем палитре эмоциональной много радости, светлых красок, вдохновения, нежности, благодарности, интереса, это все про любовь, все про радость, про светлость, про оптимизм, я готов созидать, я готов сказать жизни да, как говорил Виктор Франков, принятие хорошее и плохое, и у меня для этого есть ресурс, то, конечно, мы сможем и ребенку передать свой такой взгляд на жизнь, плюс еще наш стиль воспитания, плюс, ну, конечно, все дети разные, и кто-то более по природе оптимистичный, кто-то более грустный, немножко такой замкнутый, тут будет посложнее, значит, больше терпения к ребенку и больше, конечно же, внимания к тому, что ребенок чувствует, а не просто как бы какие-то такие дежурные фразы формальные. Ну, вот так. Спасибо большое, Мария. Отдельно благодарю вас за эти практические упражнения, которые вы сегодня предложили, потому что, вот мне кажется, практическая составляющая наших с вами бесед, это всегда, всегда идет на ура. И телезрителям нравится, и мне самой нравится, и это здорово, благодарю вас. Наше время истекло, и время уже прощаться. Я благодарю вас за участие в нашей передаче, приходите еще. Спасибо, Марина. Спасибо, дорогие телезрители. До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»